Полигон «Шулук» замер в ожидании главного события конкурса «Ключи от неба-2017». Совсем скоро здесь начнутся финальные этапы соревнований, в ходе которых выявятся сильнейшие команды. Кто же станет победителем? Команда России, Казахстана, Китая или Белоруссии? Как раз сейчас за моей спиной проходит выступление водителей базовых автомобильных шасси МАЗ-543. Они выполняют упражнение номер 5. Это вождение в замкнутых пространствах. Командам предстоит преодолеть габаритный коридор, пройти восьмерку, совершить разворот в ограниченной зоне и заехать на тупиковую эстакаду, откуда спуститься им необходимо задним ходом и развернуться на 90 градусов. Заключительный элемент – змейка. При этом даже касание флажка и сбитый столбик считаются нарушениями, за которые начисляются штрафные баллы. Изнуряющая жара, песчаные бури, постоянное чувство жажды – это тоже своего рода испытание для участников конкурса, особенно для тех, кто находится в кабине. Как вам климат? Очень жарко, очень хочется пить, но военные, мы всегда должны переносить и тяготы, и воинская служба достойна. У вас в Белоруссии тоже так же жарко бывает или это все-таки для вас экстремальное испытание? Бывает иногда, но в данном случае это экстремальная ситуация. Возле главной сцены установлены призы, которые получат победители, так что участники конкурса знают, за что они борются. На данном этапе уверенно лидируют две российские команды, и им на пятки наступают белорусы и китайцы. Но кто получит ключи от неба, станет известно после заключительного дня конкурса.